МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Центральный рынок – любимое место покупок горожан. Здесь можно найти все, что угодно. Продукты, одежду, обувь, качество продукции проверяют надзорные органы. У всех продавцов есть соответствующие сертификаты и лицензии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но стоит только покинуть территорию рынка, и перед глазами, обратите внимание, открывается совершенно иная картина. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почему вы здесь все торгуете? Торгую, потому что жить не на что. А нам вениками там внутри не пускать, там негде веники поставить. Я же вениками торгую. Это у нас свой товар. Мы сами заготавливаем. Вот нам негде. Но вы же словами говорите, что вот свой товар. А как-то документально можете подтвердить? А документально мы сами делаем, как можем подтвердить? Не можем. Мы же сами, я где документ возьму? Мы сами в лес ездим, сами заготавливаем. Мы никак не можем документально подтверждать это. Нашей камере удалось запечатлеть всего лишь несколько продавцов. Обычно их гораздо больше. Чтобы показать, как все происходит в реальности, мы сняли кадры с помощью мобильного телефона. И таких мест в Чебоксарах немало. Несанкционированные торговые ряды есть около северной ярмарки, южного рынка, на некоторых центральных улицах. Условия для торговли напрочь отсутствуют. Не соблюдаются санитарные нормы, сроки хранения нельзя проверить. Ровно как и происхождение товара. Противостоять этому сложно, но можно. За здоровье покупателей борются и столичная администрация, и Роспотребнадзор. В этот раз под очередную зачистку попала территория около центрального рынка. Это излюбленное место уличных торговцев и головная боль для городских властей. Продукты земли здесь предлагают не первый год. Буквально несколько минут здесь стояла парочка уличных торговцев, которые продавали здесь молоко, но как только они увидели наши камеры, их не стало. Этих людей абсолютно не смущают ни запрещающие щиты, ни полицейские патрули. Купить молоко неизвестного происхождения проще простого. Данную продукцию специалисты ветеринарного контроля сразу же отправили на исследование. Кстати, лаборатория находится на территории колхозного рынка. Здесь же проверяют всю молочную продукцию, которая реализуется на самой торговой точке. Жирность, плотность, белок, наличие воды. Показатели определяют за считанные минуты. У вас справки нет на руках, подтверждающие безопасность реализации. Может, у вас молоко полиции, сырное, разбавили водой? Нет. Или больное? Не больное. А не больное еще? В неизвестном происхождении у вас молоко получается. Вы должны торговать в установленном месте. Есть на территории рынка. Пройти ветеринарную экспертизу и спокойно торговать. Не стерильная тара, отсутствие справок и результатов экспертиз. Эти факторы должны насторожить покупателя. Кстати, в этом образце молока все соответствует нормам. Но данный случай может быть и одним из ста. Подхватить какую-либо болезнь проще простого. В ходе рейда проверили и пешеходную дорожку от Детского мира к колхозному рынку. Там также запрещена торговля, но и здесь оказалось несколько продавцов. На них был составлен протокол об административном правонарушении. Такие совместные выезды проводятся и в первый раз. Действительно, количество торгующих намного уменьшилось. Будущее в городе это за цивилизованными рынками, за цивилизованными ярмарками. Я думаю, что руководство об этом тоже думает. Я думаю, что в будущем у нас в трех районах города появятся специализированные ярмарки. Потихонечку уйдут. В Чебоксарах помимо крупных рынков организованы места, где можно торговать совершенно на законных основаниях. Это так называемые торговые навесы. Их в Чебоксарах есть немало. Психайс Хаковина, скажите, пожалуйста, в каких районах города есть такие подобные торговые площадки и сколько их? Ну, на территории города Чебоксары у нас в трех районах они размещены. Всего их количество составляет по 20 адресам они расположены. И имеется у нас торговый навес более 80 единиц и на 302 рабочих мест. Почему выбраны именно эти адреса? Чем вы руководствовались? Данные места были определены с учетом мнений горожан, жителей данных микрорайонов. Что нужно сделать, чтобы иметь возможность торговать вот в таких подобных площадках? Какие документы нужно собрать? Для горожан и для физических лиц в обязательном порядке должна быть справочка от Сельсовета, которая будет подтверждать, что у данного горожанина имеется, или там у этого сельчанина имеется земельный участок или садовую. Занимается садоводчеством и огородничеством. Вот такая справка должна быть у каждого. Все документы нужны, собраны? Куда нужно теперь идти, куда обращаться? Значит, документы должны иметь продавец при себе всегда. И она должна подойти по данному адресу, вот данные, где торговые навесы у нас установлены. Она подходит, выбирает место, если есть, значит, свободная торговая точка. Она встает. И, значит, при... Если вдруг, например, подойдет к этому продавцу какой-либо контролирующего органа представитель, они должны в обязательном порядке предоставлять уже по первой просьбе контролирующего органа. А теперь пришла пора узнать, что сами продавцы думают о таких торговых местах. Здравствуйте. А можно вам вопрос задать? А скажите, пожалуйста, вот вам со стороны продавца, как здесь работает? Вообще нравится? Хорошие условия здесь созданы или не очень? Ну, я хрупши. Откуда это все привезено? Это из Бурмалкасов привезено у нас. Из Чебоксарского района. Скажите, как торговля у вас идет? Бойко покупают, не покупают? Берут, берут. Хорошо, берут. Потому что свое, натуральное. Место хорошее. Очень удобно вот в этом районе живем. Все на бартер. Вот я, например, одно продаю, а других перекупаю другое. Лично собрано вон в лесу. Вон грибы, вон бобродик чебурщины. Это мед у нас усват. Все свое. Мнение продавцов мы с вами услышали. Теперь давайте пообщаемся с покупателями. Нравится продукция вам здесь? Нравится. Нравится то, что здесь все домашнее, свое. Свисится. Поэтому устраивает. Вполне. Было бы хорошо, если бы рыночек не закрывался. Он очень удобен для этих вот тружеников, которые так работают день и ночь. Сюда приезжают. Поэтому, конечно, бы хорошо было снег почистить здесь, лед убрать кому-то. Найти тех, кто отвечает за это. Так что спасибо за работу. Нужны такие вот мини-рынки, такие вот крытые торговые павильоны? Я думаю, что нужны. И людям тоже нужны, у которых излишек продукции. А как же? А выгоднее, например, здесь покупать? Выгоднее. Я думаю, что здесь продукция чище. Может, вы скажете нам тоже? Вообще, сами за всегда ты этих рынков сюда часто приходите? Я каждый день хожу сюда, где молоко покупаю, где яблоки. Яблоки домашние, хорошие, свежие, как бы сказать, чем в магазине. Где покупать продукты и товары для дома, конечно же, каждый решает для себя сам. В магазине, на рынке или прямо с земли. Но в последнем случае вы явно рискуете. Эту продукцию никто не проверяет. Конечно, административные меры играют свою роль. Но нельзя забывать, что именно спрос рождает предложение. Поэтому выбор за вами.